Книга «Открытым оком» 18 том. Тема мусульманства. Вопрос 3235. Как много молятся мусульмане и вообще, какие есть у них предписания о молитве? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Нам кое-что даже можно позаимствовать у них. Заповедь о молитве делает их прилежными и в работе. Коран. 50 сура. 16 аят. Мы сотворили уже человека и знаем, что нашептывает ему душа, и мы ближе к нему, чем шейная артерия. 39 аят. Терпи же, что они говорят, и прославляй хвалою Господа твоего до восхода солнца и перед заходом. 40 аят. И ночью прославляй Его, и при конце поклонения. 73 сура. 2 аят. Простаивай ночь, если не немного. Третий аят. Половину ее или убавь от этого немного, или прибавь к этому и читай Коран чтением. Мы пошлем тебе слово тяжелое, ведь вставание ночью, оно сильнее подействую и прямее по речи, ведь у тебя днем великое плавание. 73 сура. 20 аят. Поистине Господь твой знает, что ты простаиваешь меньше, чем две трети ночи, и половину ее и треть, и люди из тех, что с тобою. И Аллах размеряет ночь и день, знает он, что вы не учтете этого, и обратился он к вам. Читайте же, что легко вам из Корана, знает он, что будут из вас больные и другие, которые ударяют землю, выискивая милости Аллаха, и другие, которые сражаются на пути Аллаха. Читайте же, что легко вам из Него, и простаивайте молитву, и приносите очистительную подать, и одолжайте Аллаху хороший заем. Что вы уготоваете вперед из добра для самих себя, найдете это у Аллаха лучшим и большим по награде, и просите прощения у Аллаха. Поистине Аллах прощающий милости. 76-я сура, 25-я яд. И поминай имя Господа твоего утром и вечером, и ночью поклоняйся Ему, и восхваляй Его долгой ночью. Святая Библия Евангелие от Луки, 22-я глава, 6-й стих. И сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Послание Ефесянам, 6-я глава, 18-й стих. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. Колоссянам, 4-3. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для Слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах. 1-я Фессалоникийцам, 5-17 Непрестанно молитесь 2-я Фессалоникийцам, 3-1 Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас. Евреям, 13-18 Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Стихотворение Слуга мой болен и притом смертельна, мне больно потерять его, расстаться, как будто сам я снайпером подстрелян, на мне одежду заливает красным. Военачальник римских легионов в суровых битвах многое терял, порабощенным строит синагогу, сам землю выкопил и строил материал. И иудеи это оценили, с ходатайством за сотника пришли. И за слугу, что сотнику был милым, Иисусу кланяются, скорбно до земли. Но римский оккупант добыл и веру, какой в Израиле спаситель не обрел. И получилось так, свои евреи – звери, а иностранец – истинный орел. Слуга тот выздоровел, потом, конечно, умер, прославив исцелением и Рим. Зайдет гриб атомный и всех загонят в бункер. Об исцелении как раз поговорим. Кто походатайствует за лазарет больных? Места собраний кто из нас построил? И потеснился для православных книг, где соберутся двое или трое? Не сами по себе, но духом Иисуса. Взывают собранные неземной насеткой, больные верой с очерствелым чувством. В ходатаях нуждаемся нередко. Припомнится, что с верой сотворили. Для ближних, подчиненных, слабосильных. Постом и милостыней прирастают крылья. И избавляющийся возопиет умильно. Болезнь разрушится, и опухоль спадет. Заразная бесследно рассосется. Красавцем на молитве стал урод. И карлик благовестием себе прибавил росту. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин